Всем привет! Меня зовут Мила, я автор блога о путешествиях по Италии и Европе Уна Руссен Италия. И это мой канал на YouTube, поэтому я очень рада видеть вас здесь. Сегодня, как и обещала своим читателям в Instagram, я записываю видео о моей пятилетке в Италии. Вы не ошиблись, как раз таки 30 марта 2018 года я отметила 5 лет с моментом переезда в Италию. Вопрос интересный, непростой, но я знаю, что очень полезный, особенно для тех, кто задумывается о переезде в другую страну, либо для тех, кто только переехал, либо вот-вот уже вылетает сюда, либо там в другую страну. Поэтому сегодня делюсь своими плюсами и минусами жизни в эмиграции. Поэтому оставайтесь со мной и надеюсь, что я расскажу вам очень много интересных моментов. Свой рассказ хочу начать с того, что это моя история. Ни в коем случае эта история не может повторить, например, вашу. Это мои личные наблюдения, это мой характер, так скажем, потому что переезжала я сюда в Италию со своими тараканами, и на местной пасте, мне кажется, они немного потолстели. Поэтому не советую воспринимать всё очень буквально, потому что у вас, я уверена, будет совсем другая история, потому что все мы разные, и пути тоже, наверное, немного различаются. Итак, и хочу ещё сказать, что не нужно путать туризм с эмиграцией. Это такая фраза, которая в последние годы стала очень популярной, потому что даже если вы посмотрите на аккаунты в Инстаграме, то заметите, как много наших девочек, мальчиков живёт в разных странах. То есть я знаю ребят, даже, представляете, которые живут в Конго, это замечательная Аня, например, в Австралии, вообще на разных континентах. И то есть с каждым разом, чем глубже я ухожу в Инстаграм, тем больше я понимаю, сколько действительно наших ребят живёт, и я говорю о наших ребятах, не только о жителях России, но и из Украины, из Беларуси. И это удивительно, и благодаря социальным сетям у нас есть возможность познакомиться с их историями и узнать, что они вынесли из этого опыта. И на самом деле есть те, кто переезжает, но потом возвращаются в свои страны. И, в общем-то, я считаю, что это нормально, потому что не всегда всё идёт так, как хотим мы, не всегда всё получается так, как хотим мы, но это тоже опыт, и нужно делать свои выводы. Итак, я начну с плюсов в моей пятилетке в Италии. Плюс первый — это моя семья. То есть многие из вас знают, что в Италию я переехала не просто так. В Италию я переехала к своему мужу Филиппо, и здесь живут его родители, Камилла и Альфредо. И, к счастью, к великому счастью, мы с ними очень хорошо ладим. И даже если у нас в каких-то моментах не сходятся точки зрения, то, в принципе, мы уважаем мнение друг друга, и каких-то таких конфликтных ситуаций у нас не бывает. То есть где-то бывает то, что они нам помогают, в основном, конечно. Конечно, мы часто ездим на ужины, иногда Камилла помогает мне, например, она очень любит мыть окна, и я не противлюсь этому, хотя мне очень неудобно, но она прям любит это делать. И Альфредо тоже, например, я часто с ним разговариваю о том, как ухаживать за моим лимонным деревом, которое он мне подарил, и оливковым, потому что я немного далека от тем ботаники. Поэтому очень часто он мне даёт разные витамины для моих деревьев, и рассказывает, как за ними ухаживать так, чтобы они чувствовали себя комфортно. Вот, поэтому я очень рада, и мы часто вместе можем путешествовать куда-то, особенно если мы едем в дом в горах, то обязательно на следующий день мы куда-то вместе едем и проводим отличное время. Вот, поэтому мне с семьёй здесь повезло. К сожалению, сестра Филиппа живёт чуть подальше, она тоже не в Италии. И, как всегда говорит мама Филиппа, что мои дети особенные, они не могли выбрать себе в супруге итальянцев. То есть Фабиана у нас замужем за шотландцем. Вот. Следующий положительный момент — это, конечно же, красивые места и богатое культурное наследие. То есть ни для кого не секрет, особенно те, кто следит за мной на канале в Инстаграм, знают, как я обожаю путешествовать и делаю ставку на малознакомые русскоговорящему туристу места. То есть это в основном такие маленькие борги. Это даже если в каком-то крупном городе я стараюсь идти в какие-то места, о которых не пишут, например, в русскоговорящих путеводителях, либо в русскоговорящем интернете. Вот. И открывать. Потому что именно там можно увидеть, во-первых, реальную жизнь местных жителей, то есть посмотреть, как они ходят за покупками, либо просто сесть в одном из баров и послушать, как, например, пожилые люди, посмотреть, как они играют в шахматы, либо в карты, и общаться на диалекте. То есть это тоже такая интересная культурная составляющая, вообще диалект, и очень интересно. И если у вас будет возможность проехать с севера на юг, либо с юга на север, то есть проехать всю Италию, то действительно вы будете тем счастливчиком, который сможет увидеть, насколько эта страна разнообразная и насколько сами итальянцы разные. Вот. Поэтому я вам очень этого желаю. И особенность Италии ещё и в том, что, например, чтобы увидеть что-то красивое, не нужно ехать в Рим либо во Флоренцию, хотя туда тоже стоит заезжать. Но, допустим, часто бывает такое, что мы куда-то едем с Филиппа, неожиданно видим какую-то деревушку, и в ней церковь, заходим в эту церковь, и там невероятные фрески. То есть Италия, она именно вот такая. И поэтому я часто говорю о том, что нужно здесь путешествовать именно на машине, потому что именно в этом случае есть возможность как бы вот так вот останавливаться, заходить, смотреть, и это что-то невероятное, потому что даже мы разговариваем с нашими друзьями итальянцами, я каждый раз говорю о том, что в Италии невозможно выйти из дома и не увидеть какое-то красивое место либо какой-то культурный исторический объект. И они, да, со мной соглашаются и говорят, что, наверное, всей жизни не хватит для того, чтобы изучить всю Италию. То есть здесь столько жемчужин, просто невероятное количество. И поэтому в проекте Let's Get Guided, который мы запустили в прошлом году, он посвящен разработке маршрутов путешествий по Италии. Конечно же, нашим путешественникам мы советуем, делаем акцент, когда разрабатываем маршрут еще и на таких местах, о которых, может быть, в нашем русском интернете не так много говорят, либо вообще не говорят, а у вас есть возможность их посетить и действительно потом уже поделиться с вашими друзьями, сказать, что вы были там, где, может быть, еще я даже не ступала в нога русского человека. Вот, поэтому как бы, вот, если вам нужен маршрут путешествия по Италии, то я с радостью вам его разработаю. Обращайтесь. Следующий момент — это географическое положение. Особенно это касается севера Италии, потому что все пять лет я живу в Вероне, и Верона очень-очень комфортно в плане географического расположения. То есть отсюда можно добраться очень быстро, и даже на общественном транспорте, допустим, до Милана, это чуть больше часа до Венеции, тоже чуть больше часа, 50 минут до Болонии, это кулинарная столица. В Италии три часа на скоростном поезде, и вы в Риме, а если заранее позаботиться о билетах, то можно сэкономить вообще до 60-70% на их стоимости. Поэтому почему бы не путешествовать? Например, на прошлой неделе кто следил за мной в Инстаграме, видели, что мы с Филиппо буквально за одни выходные побывали в новом регионе Италии, Фриули, Венеция, Джулия, невероятно красивый, о нем я еще сделаю видео, стараюсь написать статью, и есть уже некоторые публикации в Инстаграм. Потом мы побывали в Зальцбурге, это Австрия, и также успели заехать в Германию, и потом вернулись в Италию и впадав в великолепную капеллу Скровений, которая была расписана Джотто. Поэтому, как видите, за одни выходные мы посетили три страны, и это не предел, потому что из Италии, например, на севере, я говорю о севере, можно доехать до Франции, можно доехать до Словении, до Хорватии. То есть, в принципе, север Италии, конечно же, очень комфортен для вот таких вот коротких путешествий в близлежащие страны, и это, конечно, не может не радовать таких путешественников, как мы. На юге, я думаю, что можно, конечно же, сесть на паромы и доехать до Греции, до Мальты, до Корсики, это Франция, поэтому планируйте свое путешествие, и можно организовать целый евротрип, вот, даже начиная только с Италии. Следующее, это отсутствие границ и дешевые билеты на самолеты. Ну, отсутствие границ, это я говорю о Шенгене, то есть, здесь рядом с нами есть страны Шенгена, ну, например, в Хорватию, когда я поеду, нам придется проходить границу, насколько я поняла. Ну, это, наверное, номинально, потому что никакие визы делать не нужно, тем более гражданам России, насколько я знаю, месяц или даже летом на три месяца можно без визы выезжать в Хорватию, поэтому это очень комфортно. Вот мы путешествовали, заехали в Австрию, никаких постов нет, то есть, никто не проверяет документы, не нужно тратить время на стояние в очереди, на проверку. Конечно, для путешественников это комфортно, вот такая вот прозрачность границ. Но в то же время, если вы живете в Италии, и у вас, ну, ваше основание на нахождение в стране – это вид на жительство, если вы едете в другие страны, то не забудьте его, потому что никто не застрахован от того, что вас не остановит полиция и не захочет проверить документы. И если у вас не будет вида на жительство с собой, то это будут вопросы к вам. Я знаю, что людей отпускали, но все же, чтобы ваш отдых не был ничем испорчен, обязательно берите с собой документы. Ну а кто путешествует по визе, обязательно смотрите, чтобы она была не просроченная. Дальше. Климат. Климат в Италии, на мой взгляд, это небольшое заблуждение, что здесь такой он великолепный, но это мое личное мнение, потому что, например, зимой здесь стоят сильные туманы и очень высокая влажность. За счет этого те же самые плюс 5 градусов могут ощущаться как минус 15 в России. Вот серьезно. И причем, если в России, например, когда у нас там минус 20, минус 25 без ветра, давайте возьмем такую ситуацию минус 20, минус 25 без ветра, и это не конец февраля, то, в принципе, холод ощущается только на поверхности кожи, а в других, ну как бы, ну не проникает внутрь. Ну то есть да, могут замерзнуть ноги, руки, лицо, но никак не пронизывает холод до костей. Вот все, что касается влажности, и, наверное, мои слова подтвердят те, кто живут на юге России, в Крыму, что действительно влажность, она пронизывает до костей. И вот это вот выражение я поняла только здесь. То есть как бы ты ни одевался, все равно холодно, ну плюс я еще мерзлячка. Поэтому климат, я бы не сказала, что мне здесь очень нравится, и в домах, конечно же, не так жарко, как в наших. И об этом тоже стоит помнить, если вы едете зимой в Италию. Хотя в отелях, в принципе, честно говоря, я еще не встречала отели, где было бы холодно. Обычно в отелях очень жарко, но если вы останавливаетесь в апартаментах, наверное, там немного другая ситуация. Я никогда не жила в апартаментах, поэтому ничего не могу сказать. А летом, летом здесь очень жарко, и та же самая влажность, и ощущение, как будто ты находишься в бане. И тоже это не для меня климат. То есть для меня Италия идеальна. Это вторая половина сентября, октябрь. И вот сейчас, наверное, апрель, май, это будет как бы мой период. Дальше я просто не могу находиться в Италии. Мне то холодно, то очень жарко, душно и так далее. Вот, поэтому климат для кого как. Кто-то обожает, например, мой друг Андрей, он просто обожает влажность, особенно когда, как он говорит, рубашка прилипает к телу. То есть, ну, все мы разные, поэтому у всех у нас разные взгляды. И еще один такой момент. А, я еще не договорила про дешевые билеты на самолет. Простите, сразу перескочила на климат. Действительно, по Европе и по Италии очень комфортно путешествовать на самолетах, потому что здесь очень много лоукостеров. Это развитая сеть. И как зарубежных, так и местных. Нет, итальянские лоукостеры, я не знаю, я знаю испанский, болоте. Вот. И иногда по акции, например, у нас были случаи, когда мы летали на Сардинию. В прошлом году билет туда стоил 1 евро 99 центов, если быть точнее. Вот. То есть, можно такие билеты. То есть, была включена ручная кладь. Конечно, если вы путешествуете с чемоданом, то его нужно оплачивать отдельно. Тот же самый Ryanair, мы, например, летали в Копенгаген, билеты у нас вышли туда-обратно 10 евро на человека. То есть, это реальные цены, нет никаких проблем в плане багажа. Конечно, сейчас авиакомпании немного меняют условия провоза багажа. То есть, например, на Ryanair раньше можно было до 80 чемоданов входили в салон самолеты. То есть, если вы встали первыми, ну не на регистрацию, уже на посадку, то в принципе, вы не рисковали тем, что вас чемодан заберут в багажный отсек. Вот. Сейчас ситуация немного изменилась, и если вы хотите взять с собой ручную кладь, ну чемодан, я говорю о чемодане, не о сумке, если вы хотите взять с собой на борт самолета, то вам нужно будет доплатить, если я не ошибаюсь, 5 евро. Вот. Ну, в принципе, можно и не... Ну, просто это как бы иногда мы рассуждаем с Филиппом таким образом, что если ты заплатил за билет 10 евро туда-обратно, доплачивать билет за провоз, ну как-то странно. Странно, хотя, например, ну для меня, как бы с моими русскими мозгами, наверное, я бы доплатила и просто зашла с чемоданом. Ну, как бы здесь мы с Филиппом немного смотрим по-разному на этот вопрос. Ну, в принципе, один раз у нас забрали чемодан в багажный отсек, и мы не так долго его ждали на самом деле, поэтому как бы никаких проблем я не вижу. Вот. Поэтому такие вот плюсы жизни в Европе. И последнее это еда, овощи и фрукты. Конечно же, итальянская кухня знаменита во всем мире, ее любят, хотя я знаю людей, которые не любят итальянскую кухню, и этот факт тоже имеет место быть. И, конечно, так вкусно, как в Италии, наверное, я нигде еще не ела. Но на самом деле все зависит от того, где именно, потому что часто можно услышать от туристов, что я в Италии нигде вкусно не ел, и, в принципе, в Москве пицца вкуснее. Ну, тоже имеет место быть данный факт, но вопрос, где обедали, и очень часто как бы в этом случае туристы действительно признаются, что обедали в местах с большим скоплением туристов-путешественников. Поэтому как бы в этих местах, конечно же, и мои слова подтвердят те, кто живут в Италии, что, наверное, стоит избегать. То есть это редчайший случай, когда можно в таких туристических местах найти действительно достойное место, и куда ходят сами итальянцы. Поэтому внимательно занимайтесь подбором именно мест, где вы хотите действительно попробовать настоящую итальянскую еду в той же самой Италии. Потому что это заблуждение, что здесь везде вкусно, и я вам скажу, что не везде. И второй момент, о котором нужно помнить, отправляясь в путешествие по Италии, и для меня самой, когда я переехала, это было большим открытием, что, оказывается, итальянская кухня — это не только пицца и паста. Что в каждом регионе, в каждом городе, а порой и в маленькой деревушке есть своё традиционное блюдо, либо традиционные блюда. И это невероятно интересно, потому что, ну действительно, если вы поедете в Рим, то там стоит отведать сальтиньбока, либо паста качо и пепе. Если мы поедем, если мы едем в Болонию, то это, конечно же, паста альрагу, либо знаменитая в России под именем паста альболоньезе или лазанью. То есть не советую заказывать лазанью, например, на Сицилии. Просто один раз мы наблюдали ситуацию, когда у хозяина ресторана, в который мы любили ходить, американская пара требовала принести лазанью. И он говорил, I'm sorry, but мы на Сицилии, и в общем-то лазанья это вообще не блюдо Сицилии. Давайте я вам принесу свежайшие морепродукты, паста с баклажанами. В общем, он ему перечислял все блюда, которые он мог, за которыми он ручался, так скажем, головой. И они, нет, мы хотим лазанью. Он такой говорит, слушайте, ну вот лазанью точно нет у нас в меню. Вот хоть разбейся, но это не то блюдо, которое можно взять и быстренько приготовить. Поэтому, как бы, когда вы путешествуете по Италии, обязательно. Я всегда настоятельно советую, а в наших маршрутах путешествий по Италии мы всегда указываем традиционные блюда каждого города, да, в котором вы будете останавливаться, вот, либо региона. Поэтому это очень важно помнить. И последнее, что касается еды, это, конечно же, фрукты и овощи. Здесь они очень вкусные, но тоже надо знать, где их покупать, потому что под Вероной очень много производителей, фермеров. И, конечно же, мы, наверное, попробовали несколько компаний, несколько производителей. Вот сейчас остановилась уже второй год или третий год подряд, наверное, третий год подряд. Мы ездим к молодым ребятам, которые действительно производят очень вкусные фрукты, овощи, которые со вкусом. И я с нетерпением жду клубнику, когда она появится, потому что там она как вот в моем детстве, когда бабушка, с бабушками собирались с грядки клубнику. Вот, поэтому тоже нужно знать. Хотя в некоторых супермаркетах тоже очень хорошие, хорошие, вкусные овощи, фрукты, продукты тоже. Поэтому в Италии, конечно же, это большое раздолье и большое счастье, наверное, что здесь есть хорошие продукты и вкусные фрукты, овощи. Вот. И все-таки это, наверное, было предпоследнее, потому что у меня целый список. И последний плюс, последний, это стоимость одежды. Конечно, здесь одежда как брендовая, так и среднего сегмента. Она стоит дешевле, чем в России. Но, например, мне, лично мне, не повезло с обувью. То есть, либо те модели, которые нравятся мне, стоят запредельно, либо они меня очень сильно натирают. Вот. Есть такая проблема, причем с одним знаменитым брендом. Причем у меня несколько пар обуви, потому что я сначала купила одну, и эти балетки мне натерли невероятные мозоли. Таких я никогда не видела. И я думала, ну ладно, может быть, не повезло, попробую другие. И вот, ну, не то, что попробую другие, просто мне понравились другие. И другие тоже мне сильно натирают. Поэтому я даже не могу в них просто пройти, наверное, 5 минут, 10 минут. То есть, если даже я эту обувь ношу, то стараюсь, когда я на машине, и, например, из машины куда-то там быстро в магазин, либо навстречу, то есть, чтобы нигде не гулять. Вот. Потому что, на самом деле, модели очень красивые. Ну, вот так вот. Вот, поэтому есть и свои минусы у меня в плане одежды и обуви здесь, в Италии. Поэтому не удивляйтесь, если, когда я рассказываю о том, что обувь я покупаю в России, я очень люблю бренд Иконика, особенно Алла Пугачева. Вот все. Это удивляет многих, как так ты живешь в Италии, но покупаешь обувь в России. Да, я покупаю обувь в России, потому что она комфортная, она подходит мне, мне нравятся модели, и эти модели стоят дешевле, например, чем подобные здесь, в Италии. Поэтому вот так вот. Ну, и перейдем к минусам. Минусы. Это первый для меня минус, с которым я столкнулась, это отсутствие работы в Италии. Ну, и как сказать, если вы ищете хоть какую-то работу, то, конечно, здесь можно найти. Но если вы, как и я, ищете в какой-то определенной сфере работу, то придется очень сильно постараться, чтобы ее найти. Если честно, у меня не хватило терпения. После трех с половиной лет я поставила крест на этих мытарствах. Но скажу сразу, у меня изначально было плохое знание итальянского языка. Поэтому, если вы планируете переезжать в любую страну, не будем говорить только в Италию, то постарайтесь, чтобы вы уже переезжали со средним, либо выше среднего уровнем владения языка. Тогда вам будет намного проще. Я думаю так, потому что я считаю, что действительно я не могла найти работу из-за незнания итальянского языка на должном уровне. Дальше, бюрократия. Ну, бюрократия в Италии — это, конечно, вещь такая сложная. И я выбрала для себя такую тактику, что я не хочу тратить свои нервы и время на то, чтобы думать о том, как здесь все устроено, и как здесь все медленно, и как здесь все непонятно, и почему все время делают ошибки там, где их вообще, ну, в тех моментах, где сложно ошибиться, но действительно делают ошибки. Вот. Ну, я решила забить на эту тему, и да, в Италии бюрократия хуже, чем в наших странах. Я говорю, особенно в России. Вот. И здесь просто надо набраться терпения и смириться с этим. Что касается самих итальянцев. Я столкнулась с такой проблемой, когда я переезжала сюда, и я думаю, что все итальянцы такие милые люди, всегда улыбаются, всегда всем рады и так далее, потому что, ну, действительно, если вы посмотрите все фильмы, да, итальянские, то всегда мы видим улыбающихся людей, которые всем рады и довольны. На самом деле, эта ситуация немного не такая, и я столкнулась с очень неприятными для меня моментами, и которые показали, что на самом деле не такие тут все и открытые. Но, наверное, это и правильно, потому что, если мы говорим, все итальянцы лучезарные и открыты для людей, ну, это будет неправда. Поэтому, как бы, были разные моменты, очень неприятные. И, конечно же, здесь я впервые узнала, что такое лицемерие, подлость и двойное лицо. До этого, видимо, мне очень везло с кругом общения. То есть, как бы, конечно, были у меня и такие знакомые, которые, может быть, завидовали, но там такая была зависть белая, скорее всего, и, то есть, как бы, лицемерия тоже не было. То есть, всегда у меня был круг общения такой достаточно открытый. То есть, что не нравилось, люди говорили и в лицо, либо там показывали своим поведением, и было понятно, что, может быть, в какой-то ситуации ты себя повел не так, либо как-то нужно с этим человеком по-другому себя вести. Ну, а здесь немного по-другому. То есть, у меня были ситуации, когда действительно в лицо мне улыбались, а за спиной я потом узнавала, что говорили что-то другое. Вот. И либо обещали, не знаю, золотые горы, и потом этот человек пропадал. И когда мы заново встречались, он делал вид, что ничего не случилось. Но на самом деле, мне кажется, он не делал вид, а на самом деле он сказал, что я там это всё сделаю, всё договорюсь, потом пропал, потом об этом забыл, потом мы встретились, и всё как не было всех этих обещаний. И поэтому к этому я долго привыкала, долго не понимала, как так можно. Но в итоге тоже, как с бюрократией, я с этим смирилась и, в принципе, ограничила свой круг общения. Вот. И на этом вопрос решился, и все мои переживания тоже ушли вместе с этим решением. Вот. Поэтому вот такие плюсы и минусы моей пятилетки в Италии. И могу сказать, что... Я не могу сказать, что Италия — это моя страна, и здесь я живу действительно, потому что здесь живёт мой муж. Вот. Но, как и в любой другой стране, здесь есть свои плюсы и минусы. И ещё раз повторяюсь, что переезжаем мы всё-таки самими собой, мы не оставляем себя другого где-то там, мы переезжаем вместе со своими тараканами. И, конечно, от себя не убежишь, как эта знаменитая фраза, и так же выражается моя близкая подруга. Поэтому помните об этом. И всё. А дальше уже не бойтесь рисковать. Как вы знаете, кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Сейчас я перейду к вашим вопросам. Вопросов было, сразу скажу, очень много. Я постараюсь кратко на них ответить, потому что уже видео затянулось. Итак, первый вопрос от Дианы. Мила, были ли моменты, в которые ты хотела всё бросить и уехать обратно? Как в Италии относятся к эмигрантам? Итак, да, конечно, такие моменты были. И сейчас бывают. Вот, никуда от этого не деться. Ну, а всё же, конечно, мне уже не 15, не 20 лет, когда можно взять и просто всё бросить. Всё-таки здесь уже другая история. Здесь уже отношения. И здесь уже действительно другой уровень жизни, когда ты отвечаешь не только за себя, но и за других. Поэтому, конечно, мысли посещают, но мы с ними совместно с Филиппом быстро справляемся, либо боремся. Как в Италии относятся к эмигрантам? Ну, отношение к эмигрантам здесь не самое простое. Ну, допустим, к эмигрантам из России. Здесь всегда-то говорят, ну, какой ты эмигрант, типа ты же из России. Хотя, на самом деле, для меня любой факт того, что ты родился в одной стране, потом пересёк границу и живёшь в другой, это уже эмигрант. И неважно, каким способом ты переехал, приплыл на шлюпке, либо приехал на поезде, либо прилетел на самолёте. То есть всё равно факт остаётся фактом. Но, конечно, последние два года ситуация в плане эмиграции обострилась, и не все жители Италии, так скажем, толерантны к этим людям. Но каких-то таких радикальных случаев я не знаю, не помню. Поэтому вопрос действительно такой сложный, но кто как относится. Знаете, это как кто-то любит манную кашу, кто-то её не любит. Вот я бы сказала, что примерно такая ситуация. Дальше. Лизавета. Действительно ли жизнь в Италии приносит меньше стресса? Ну, здесь скажу честно, для меня жизнь в Италии — это полный стресс. Первые три года — это точно. То есть сейчас я как-то научилась уже по-другому относиться к каким-то моментам. Как говорится, если ты не можешь изменить ситуацию, ты измени своё отношение к ней. Поэтому я бы не сказала, что здесь как-то меньше стресса, может быть, для самих итальянцев. Ну, не знаю. Я бы не сказала. Дальше. То, конечно, мы рассмотрим этот вариант. Если он будет нам обоим подходить, то я с радостью перееду в Россию. Филипп тоже, он очень такой любопытный молодой человек. Поэтому, наверное, ему тоже будет интересно. Но в то же время я представляю, как это будет сложно. Тот же самый русский язык, другая культура, другой менталитет. Поэтому, конечно, я бы вернулась в Россию. Так. Люда. Если бы ты могла выбрать город в Италии для проживания, куда бы ты поехала? В Турин, Люда. Я обожаю Турин. Об этом многие знают, кто следит за мной в Инстаграм. Поэтому я бы переехала в Турин. Мне кажется, это один из тех городов, где прям чувствуется такой дух мегаполиса. И он необычный. И мне на самом деле там очень комфортно. Ну и плюс культурная составляющая просто невероятная в этом городе. Вот. Дальше. Юля. Какая итальянская традиция тебя удивляет до сих пор? Юль, долго думала над этим вопросом, как ответить. Потому что, в принципе, какие-то традиции, может быть, и наши напоминают. Но, например, есть в Италии такой праздник. Он называется не очень красивым словом «День мёртвых». То есть это 1 ноября, когда вспоминают людей, которые уже не с нами. И, например, когда мы иногда ездим на это мероприятие в этот день, потому что это выходной день, мы ездим в дом в горах, где, собственно, родилась Камила. И вечером есть такая традиция, я не знаю, по всей этой Италии или нет. Но, например, там вечером они идут на кладбище. То есть это не то, что я не понимаю эту традицию. То есть для меня это, наверное, непонятно. То есть мне сложно, например, представить в России подобное. Ну, у них это нормально. И действительно, вечером, если есть какая-то часовня при кладбище, там идёт служба в память о людях, которые не с нами. Но это, наверное, интересная была для меня традиция. Мы ходили с Камилой. Ещё один вопрос от Юли. Как тебе кажется, за 5 лет жизни тебе удалось хоть немного понять итальянцев? Это ещё один вопрос от Юли. На самом деле, мне кажется, нет. Я так и не поняла итальянцев. И до сих пор не понимаю многие моменты вот этой вот жизнедеятельности здесь. И это особый момент трудности для меня. Единственное, что я поняла, и это, наверное, сходство итальянцев с русскими. Любят они вот так вот на авось, знаете, делать. Сначала сделать, а потом уже как пойдёт. Вот это вот я действительно эту черту поняла. И ещё то, что я говорила в разделе с минусами. Что действительно здесь, наверное, завистливых людей и лицемерных немножко больше. Но здесь тоже я делаю поправку на то, что, возможно, у меня был другой круг общения в России. Вот всё. Хотя здесь я тоже не могу говорить о каком-то таком большом круге общения. Вот. И, наверное, подобные случаи лицемерия и так далее были у меня во время практики, либо во время поиска работы. То есть как бы это не были люди из нашего окружения. Ну, самый смешной случай, который я вспоминаю, который произошёл из-за языкового барьера, это когда я проходила практику в коммуникационном агентстве. И в обед мы ходили в соседний бар. Ну, ребята пили кофе, я пила чай. И дело близилось уже к Рождеству. И мы сидели, обсуждали, ну, что подарить. И сидела Барбара, моя коллега, и она говорит, господи, ну, я не знаю, что подарить родителям моего жениха, потому что, ну, у них есть всё. И вроде бы и вот это я дарила, и вот это дарила, и вот это дарила. И тут я говорю, Барбара, или сейчас я скажу на итальянском. И тут такая минута молчания после того, как я это сказала. Потому что предыстория такая, буквально там перед обедом мы со Стефаном обсуждали один проект в Вероне, который запустили молодые ребята. И он был связан с тем, что это были такие подарочные коробки, то есть, например, в красивую коробку, красиво оформленную, стильную, всё. Можно было сложить свой сет, допустим, там, бутылка вина, вальпаличелло, кусочек сыра, монт-веронези, ну, то есть, как бы традиционные продукты нашей провинции Верона. Вот, какие-то салями, то есть, конфеты, что-то такое, рис, который тоже под Вероной выращивают. Ну, и, в общем-то, это всё называется «Ун пако». Но в контексте, когда я сказала, что Барбара попроси Стефану, чтобы он тебе показал его пако, это звучало как пако, как я поняла, это попа. То есть, по сути, если дословно переводить эту фразу, я сказала Барбара попроси Стефану, чтобы он показал тебе свою попу. Но, понятное дело, после минуты молчания все поняли, все сделали мысль на скидку мне, как иностранке, что я не поняла. И просто гогот, мне кажется, слышали все, кто был поблизости. Потому что мы так свинялись, и, конечно, Стефан мне сказал, «Мила, я тебя умоляю, больше никогда не говори эту фразу, не говори эту фразу, я тебя умоляю». Ну, вот, такой момент. И таких моментов, на самом деле, было много, потому что иногда мы строим фразы, например, как в нашей русской голове. А здесь это понимают по-другому. Вот. И последний вопрос от Юли. Кухня какого региона тебе больше по душе? Честно, я полюбила традиционные блюда Сицилии. Очень понравилось. Поэтому мы туда летим в воскресенье, я уже вся в нетерпении. Так, следующий вопрос. Так. Секундочку. Так, вопрос от Лены. Флоренс Репортер. Интересно, твой вкус в одежде изменился с переездом? Ну, что касается вкуса, я бы не сказала, что вкус изменился, но мой гардероб, конечно же, изменился. То есть, и это касается особенно каблуков, обуви на каблуке. Потому что здесь, просто по этой брусчатке я не представляю, как ходить на кабулках. Я попробовала один раз и поняла, что все это закончится знакомством с травматологом рано или поздно. И вся моя любовь быстро прошла, и, конечно же, я перешла на обувь на плоской подошве. Ну, потому что, ну, нереально ходить по брусчатке. Вот, и это, конечно, меня немного расстраивает. Плюс, конечно, я больше не офисный сотрудник, и в моем гардеробе стало меньше офисной одежды, платьев, футляр черных, каких-то белых рубашек тоже не так много. Но, на самом деле, я немного скучаю по этому дресс-коду. Очень мне нравилось. Ну, вот. Ну, а в остальном, не думаю, что изменилось. Но больше, конечно, стал casual. Вот. Так, еще Лизавета хотела узнать об отношении к отдыху, семье и так далее. Ну, на самом деле, как итальянцы относятся к отдыху, то есть, вот, например, сегодня первый рабочий день после пасхальных праздников, и, конечно же, итальянцы проводили этот праздник кто-то дома с семьей, а кто-то отправился в путешествие. Мы видели в Мантове, когда мы поехали посещать Палаццо Дуккале, увидели очень много семей с детьми, и по разговорам мы слышали, что они из других регионов, из центральной, допустим, Италии, да. Вот. И они вот так вот путешествуют. Кто-то путешествует в Италии, кто-то, ну, там, море, горы, культурные столицы, да, большие города, небольшие борги и так далее. Кто-то улетает, то есть, в принципе, есть такое мнение, что итальянцы не путешествуют. Ну, на самом деле, здесь тоже я бы не обобщала, потому что есть те, кто, и я знаю, например, моих друзей, которые дальше там своего дома и работы никуда не ездят, вот, а есть те, как и мы, кто очень любит путешествовать и не может долго засиживаться дома и хочет ехать и знакомиться с новыми местами. Про отношения к семье я бы сказала, что в Италии семьи более сплочённые, то есть, мне нравится их традиция, что каждое воскресенье, это не касается нашей семьи, вот, каждое воскресенье семьи вместе собираются, то есть, там, дети приезжают к родителям на обед, вот, и как-то проводят вместе время, вот. Вот, почему я сказала, в нашей семье это не так, потому что мы обычно встречаемся на неделе, то есть, ужин у нас может быть в среду, может быть, в четверг, в пятницу, редко мы встречаемся в субботу или воскресенье, то есть, нет у нас вот этой вот воскресной традиции, хотя у многих наших знакомых она есть, вот. Дальше, Сабина спрашивает, переняла ли я какие-то привычки от итальянцев? Ну, мне кажется, привычка жестикулировать, конечно же, это я её переняла от итальянцев, и порой я не замечаю этого за собой здесь, в Италии, но когда я приезжаю домой, то, конечно, я чувствую, что начала, когда я начинаю что-то рассказывать друзьям, это всегда какие-то жесты и так далее. Это, наверное, единственное, что я переняла от итальянцев, ну и плюс любовь к хорошей кухне, к вкусным блюдам и к качественным продуктам. Вика, кем и где ты себя видишь через пять лет? Вот, честно, если, живя в России, я могла всегда ответить на этот вопрос, не задумываясь, у меня всегда был чёткий план, и я чётко понимала, как к чему прийти, то в Италии я немного потерялась, потому что местные реалии, они, конечно же, очень сильно отличаются от наших, и когда ты только переехал сюда, конечно, ты оказываешься, ну я оказалась, наверное, я говорю больше за себя, в таком состоянии, как будто я нахожусь в океане и не вижу землю, и я не знаю, куда дальше двигаться, и до сих пор мне очень сложно понять, потому что, допустим, ну, например, когда я жила в России, я знала, что чтобы добиться вот этого, мне нужно сделать это, 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 чтобы добиться там следующего, следующего степа, да, мне нужно сделать это, это, это. Здесь как-то у меня так не получается, и я скажу, признаюсь честно, я до сих пор нахожусь в поиске себя, в поиске себя в этой стране, вот, и, конечно, сложно, конечно, через пять лет я представляю себя, наверное, бизнес-леди, и человеком, который может помочь другим людям осуществить их мечты, я говорю о путешествиях, да, и, наверное, о том, чтобы увидеть Италию настоящей, вообще, как бы, провести свой отдых здесь без сучка и задоринки, ну, может быть, вот так вот я вижу себя через пять лет, но еще раз повторюсь, что до сих пор я не могу до конца понять, как здесь все устроено. Так, привет, вопрос для видео. Так, Татьяна. Сейчас, секунду. Первый вопрос у Татьяны. Как часто приезжают друзья и родственники к тебе? Друзья приезжают ко мне довольно-таки редко, на самом деле редко, да, потому что первые годы в моей жизни, на самом деле, ко мне часто приезжали мои друзья, но потом у всех работа, дети, дом, забота, и как-то реже стали приезжать. Вот недавно у меня были Юля с Андреем, мы из Москвы, мои друзья приезжали на Новый год к нам, на Рождество и Новый год. Вот, и пока затишье. Мои родители редко приезжают, есть ряд причин, почему все это так происходит. Одно время брат ко мне каждый год приезжал, но у него тоже немного планы изменились, и как-то не так часто кто-то ко мне приезжает, летая в основном я. И второй вопрос от Тани. Что интересного в сфере быта ты узнала и кайфуешь от этого? Тань, я очень долго думала над ответом на этот вопрос и поняла, что в плане бытовом, ну не знаю, можно ли это отнести к бытовому, не бытовому, но мне кажется, можно. Мне очень нравится то, что здесь в домах нет обоев, то есть это, мне кажется, это просто решение многих проблем, то есть здесь все покрывается белой краской, ну не краской, наверное, это типа известка, либо каким-то, ну в общем белым цветом, и вы можете даже менять какие-то тона, ну то есть нет вот этого вот момента, когда нужно поехать выбрать обои, потом эти обои подгонять, клеить, вот этого всего нет, и от этого кайфуешь, потому что понимаешь, что, во-первых, белые стены это всегда можно обыграть, во-вторых, всегда можно эти стены, допустим, перекрасить и сделать все по-своему, то есть это очень комфортно, и, например, мы белим стены, ну так скажем, там раз в два года, потому что все равно потом краска теряет свой цвет, вот, и так же делают родители Филиппа, и это прям очень круто. Так, Маша, мои соседи из Мюнхена, расскажи, как относятся твои самые близкие родные к тому, что ты переехала и, скорее всего, в Россию уже не вернешься? Ну, конечно, все тяжело пережили мой переезд, сначала все переживали мой переезд в Москву, а потом уже, конечно, в Италию, все-таки это другая страна, между нами границы, между нами документы, между нами 6000 километров, это я говорю, между Вероной и Екатеринбургом, вот, конечно, нам тяжело быть на расстоянии друг от друга, но, с другой стороны, у меня очень мудрые родители, и они видят, что Филиппа это хороший человек, которому они могут доверять, который действительно заботится обо мне, что его родители, ну, действительно, они даже на свадьбе сказали моим родителям, что вы не переживайте, мы Милу примем как нашу дочь, и, то есть, действительно, отношения очень хорошие ко мне, и это, на самом деле, это залог хороших отношений в семье, когда все друг с другом находят общий язык, поэтому, конечно, родители переживают, но, с другой стороны, они видят, что здесь я счастлива, и здесь я нахожусь, так скажем, в хороших руках. Так, дальше, следующий вопрос. Анна, что для тебя самым сложным было в этой новой жизни? Наверное, для меня самым сложным было то, наверное, первый год, когда я переехала, я не говорила на итальянском языке, я его учила, действительно, но это был языковой барьер, для меня было сложно, что мне нужно было кого-то попросить, чтобы кто-то позвонил, то есть, я к этому была не готова, то есть, обычно, если мне что-то надо было, я звонила, писала письма, сама ходила, и, а здесь, получается, я, знаете, первый год была как маленький ребёнок, который только что родился, и вот ему нужна вот эта вот помощь, да, ему нужна близость мамы, вот, это было, конечно, для меня сложно, вот, ну, конечно, всё решает язык, знание языка. Так, Наташа из Израиля, ты бы повторила свой опыт с Италией или пошла бы другим путём? Ну, Наташа, над этим вопросом я думала очень долго, потому что, смотри, если бы я переезжала в Италию только потому, что я бы хотела переехать, жить в Италию, то, наверное, я бы, конечно, больше такой опыт не повторила, но поскольку переезжала я сюда к любимому человеку, то, наверное, я бы всё равно пошла таким же путём, даже если бы я уже знала, как мне будет здесь тяжело. Дальше. Анна, как спустя пять лет вы чувствуете себя в Италии? Ну, на самом деле, конечно, мои эмоции здесь подуспокоились за эти пять лет, но всё равно я не могу сказать, что это моя страна и что мне здесь прям комфортно находиться, то есть единственное, что я поняла, что в Италии действительно хорошо, ну, для меня лично и для таких людей, как я, в Италии хорошо путешествовать, но не жить, поэтому как бы моё мнение за пять лет, наверное, не изменилось. Оля, а, Олеся спрашивает, у тебя бывает ностальгия по России? Да, у меня бывает ностальгия по России, я бы сказала, что эта ностальгия, она никогда и не заканчивалась, и тоскую я очень сильно. Вопрос, интересный вопрос. Тебе приходится оправдываться, что ты из России и зачем-то живёшь в Италии? Нет, я, во-первых, вообще не придерживаюсь того мнения, что нужно перед кем-то за что-то оправдываться, вот, и плюс перед кем-то здесь оправдываться, почему я из России живу в Италии, я тоже не вижу смысла, и как бы, ну, оправдываться мне за это не приходилось, то есть часто, конечно же, мне задают вопросы, что послужило причиной переезда в Италию, и когда я рассказываю, что любовь, и все удивляются, и, конечно же, такие, о-о-о, типа, ничего себе какая ты рискованная, вот, но оправдываться нет, к счастью, нет. Так, и сейчас, наверное, будет... Последний вопрос от Юлии. Как вы думаете, можно ли решиться кардинально изменить свою жизнь, например, уехать в Италию, когда тебе далеко за 30? Ну, очень далеко за. Ты всю жизнь провела в провинции, не знаешь языка, и профессию у тебя педагог, но хороший и востребованный профессионал, а перемен хочется, и мечты есть. Юлия, на самом деле я считаю, и всегда так считала, что нет ничего невозможного. Всегда, конечно же, можно взять, переехать, и, мне кажется, это не зависит от возраста. Но, исходя из моего опыта, я могу сказать только одно, что, чтобы переезжать, нужно всегда иметь чёткий план и чёткие основания вашего переезда, потому что можно же, например, попробовать, тем более педагогам это можно сделать, но, конечно, летом в Италии, ну, в любой другой стране, не знаю, в какую вы хотите, например, можно поехать на месяц, на два, я не советую ехать там на неделю, на две, чтобы понять, хотите вы жить в той или иной стране, но хотя бы месяц-два побыть среди местных жителей, посмотреть, как всё устроено, конечно, это мало, потому что даже я за пять лет многие вещи до сих пор не поняла и, наверное, не скоро пойму, вот. Ну, по крайней мере, чтобы вы почувствовали, нравится вам это, не нравится вам это, как-то пообщались, может быть, с теми людьми русскоговорящими, кто уже живёт в этой стране, послушали, но я бы не советовала прислушиваться, послушали, что говорят, то есть как отзываются, есть ли какие-то варианты, то есть как бы вот надо, чтобы вы чётко понимали, в какую страну вы хотите, и вообще подходит она вам или нет. А потом уже разрабатывать план вашего переезда, то есть сначала вам нужно понять, на каком основании, потому что просто так тоже переехать нельзя, и вам нужно получить вид на жительство, вот, чем вы будете здесь заниматься, то есть всё равно какие-то доходы у вас должны быть, где вы будете жить, вот. То есть это вот такой план, я думаю, что если вы действительно этого хотите, то всё возможно, всё зависит только от вас, и, ну, хотя, наверное, зависит, конечно же, и от другой страны, от каких-то бюрократических моментов, потому что все мы знаем, что есть страны, которые, например, ограничивают количество видов на жительство, вот, поэтому всё возможно, всё в ваших руках, поэтому тот, кто хочет, этого добьётся. Вот, я закончу видео, оно получилось очень длинное, я становлюсь ютубером и вспоминаю слова моей подруги Юли, которая говорит, что нужно всегда напоминать, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии, мы будем общаться, если у вас остались какие-то вопросы, я буду рада на них ответить, вот. Поэтому всех обнимаю, всем привет из весенней, наконец-то, Италии, пока и до новых встреч!